Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник и эфирное время программы Доживем до понедельника. Мы дожили до понедельника. Мы втроем. Григорий Гельфер, Евгений Гендин в новом пиджаке сегодня и Елена Кальянова. Работаем в прямом эфире. 370-3101. Это телефон нашей студии. Работает до конца нашей программы. И у нас есть интернет-звязок. Вы все знаете. Лучше нас. Фейсбук. Комментарии, вопросы, похвала, немножечко критики. Поехали. Хороший пиджак. Прямой эфир, да. Пиджак, да, неплохой. Да, но я вообще боюсь, что сегодня нас очень мало телезрителей смотрят, потому что, наверное, все приникли к тем программам, которые транслируют выступления Виктора Федоровича Януковича. А что, до сих пор она идет? Да. Я думаю, идет и идет. Ну, за три года-то можно было. Язык как шнурок разразался. Вот. Ну, на самом деле, понятно, что все с нетерпением этого ждали. Не расписывайся за всех, пожалуйста. Ну, все, кому положено, ждали этого момента. Потому что, ну, говорят, что это даже некая такая специальная операция, которая режиссировалась из соседнего государства. Виктор Федорович выступает свидетелем в процессе по делу беркутовцев, которые все-таки оказались в суде по поводу событий на Майдане. До этого не получилось, потому что беркутовцы были заблокированы. И Янукович просто дал конференцию. Сейчас он уже рассказывает в режиме вопрос-ответ. И на самом деле он как-то вот раз и поселился в нашем и медиапространстве, и в мозгах оказалась какая-то ниша, которая вроде бы тоже отозвалась на его появление. Вот так смотришь? Ба, вроде и... Это дежавю сегодня я слушала. Дежавю, да. Дежавю, кажется, что не было трех лет. Да, ну, вам надо. На самом деле, раз эта тема как бы внедряется в жизнь, значит, кому-то она нужна. И на самом деле к этому можно относиться снисходительно. На самом деле, мне кажется, что эта тема, в общем-то, опасная на сегодняшний день. Мне тоже вот как-то очень неспокойно в связи с появлением, хотя очень многие назвали выступление Януковича в пятницу таким творческим вечером, можно сказать. Да, там где-то посмеялись, где-то обсудили, как он выглядит, там похудел или поправился, какая разница. Но уже ненависти нет. Да, но уже такой ненависти нет. И странно то, что это статус свидетеля, это не статус обвиняемого, в общем-то, как желали многие. И почему только спустя три года, сегодня выступая на суде, он уже очень многого не помнит, он практически ничего не помнит, на вопросы отвечает в основном с приставкой «не». Не судим, да, как оказалось. Адрес не назвал, он вначале вообще, мне показалось, пребывал в таком приподнятом настроении, он даже где-то там прятал улыбку, как-то так вот. Ну, много чего прятал. Да, денег у него нет, сказал, никакие-то в пятницу еще сказал. Нет и не было. Попросил одолжить. Ручная кладь была, с которой он уехал. Но вот признал, да, сказал, что в пятницу он сказал, что будет отвечать перед украинским народом, там, кроме того, что перед своей семьей, еще и перед украинским народом. Сегодня признал, что Беркут все-таки превысил свои полномочия, там, где-то даже не исключал причастность Левочкина. Вот, ну, я еще раз подчеркну, ничего не помнит конкретного, ничего не помнит, это уже такое, по следам вот сегодняшней встречи. Обещал, кстати, на пресс-конференции сегодняшней, после завершения выступления в суде, что-то обнародовать, какую-то информацию важную. Ну, еще что вот важное сегодня... А он сейчас сказал, что какой-нибудь регионал гей или что? Не знаю, я даже предложил... Сегодня такое событие достаточно важное произошло. Юрий Луценко в начале заседания, в момент 15-минутного перерыва, объявил, огласил, зачитал подозрение, огласил подозрение в преступлении. Юрий Луценко там... Нет, я слушала Савченко, не Савченко, а Луценко, в Державней Зраде, там 111-я статья в Державней Зраде, но уже вот многие юристы прокомментировали форму, в которой прозвучало это оглашение, говорят, что это незаконно, что форма неправильная, согласно Кодексу Украины, якобы, я не утверждаю, не юрист, должна только в письменной форме лично вручаться подозреваемым. Ну, спецоперация, спектакль, ну, то есть, как бы, ты говоришь, ненависть, ненависть является, да, ненависть там часто, движущая сила, двигатель, но это является разве как бы самоцелью? Понятно, что проблема в более медленном, чем хотелось бы, в более низком уровне счастья на данный момент, на там, через такое время после Майдана, да, хотелось бы... Нет, я к тому, что он ничего не помнит, три года прошло, он ничего не помнит. Да, мы уже тоже многое забыли, к сожалению. Да, тут же сейчас действительно говорят, вот что уже там кто-то, а не такой вот типа же у народа памяти, плюс еще такой, ну, Согольский синдром, это там, а скучать уже кто-то начал, а не такой уже плохой, и же параллели проводят там, типа там шоколадный Порошенко, что это одно, ну, такая манипулятивная... Ты знаешь, было дежавю такое несколько раз, было, если бы не из его уст, то, в общем-то, даже правильные вещи. Ну, что, соскучились по Януковичу, увидели, легче стало, там, как кто-то сказал, щечки порозовели, то есть, там, я думаю, что это что, симпатяга такой вот? Говорят, что его рейтинг сегодня намного ниже среди его сторонников, чем среди противников тогда. Я хочу сказать, что все-таки пока Украине трудно без Януковича в Ростове. То есть, Украине нужен Янукович в Ростове, чтобы получать определенную, там, как бы прививку. Я не думаю, что весь, значительная и критическая часть народа резко возбудилась, увидев Януковича, и подумал, как при тебе, парень, было хорошо. Да нет, конечно, я абсолютно в этом уверена. Но есть фигура, которая ушла, когда говорят, ушла эпоха, ушла эпоха, меня это уже вызывает найти, потому что эпоха уходит почти, ну, каждый день, ну, че, она уже столько раз уходила и возвращалась. Я говорю, я Фидель Кастро. Эпоха каждый день уходит. Да, да, все-таки вроде как умер. Фидель Кастро почти на возраст, я, честно говоря, в шоке, я реально в шоке от смерти Кастро. Оказывается, Фидель Кастро был жив. Ты думал, что его нет. Да, я реально, я отстал от жизни, ну, не так, как... А почему ты говоришь, вроде бы умер? Ну, я же, мало ли, я лично не проверял, я его в холодный лоб не целовал. Ну, то есть, я действительно отстал от жизни. Ну, не так, как Фидель, я отстал от жизни, но все-таки отстал. Или, как кто-то сказал, ты отстал от смерти. Вот, я согласен, да, сейчас, опять-таки, ломают копья вокруг этой фигуры. Фигура, как бы, да, безусловно, но кто-то опять, кто-то ностальгирует вот это нелюбимый... Особенно, кто был далеко от него. Да, чем дальше, вот, и я согласен с Павлом Казариным, что, вот, согласен отчасти, где-то на 72,4 процента, когда он говорит, что восхищаться кубинской революцией, ну, может только человек, у которого нету причинно-следственных связей. Вот, Майка Щегевара, да, очень же модно. Это то же самое, что Майка с Моторолой. Я не полностью, но отчасти согласен, потому что только в одном случае Конго и Боливия, а в другом вот этот вот Лугандон. Экспорт революции, партизанщина, война против правительственных, ну, то есть, захватывающая идея. И удобно вот то, что ты говоришь, восхищаться ими на расстоянии, когда-то они приходят в твою страну при всем романтизме. И при всем при том, что в Кубе замеряли уровень счастья, и он у них там и про медицину. Ну, каждый же выдергивает какую-то сторону, но общая, например, там, я не знаю, да, в Донецке может появиться, не дай бог, но какой-нибудь проспект Моторолы, там, тупик Гиви, там, улица Сявы какого-нибудь, Бати и так далее. И люди будут говорить, а мы так привыкли, не надо ничего менять в истории, надо помнить историю, как она есть. Безусловно, я хочу сказать в заключение, масштаб личностный там не сравним, условно говоря, Фидель Махтан, но романтики войны хотели оба. И плевать им было на щепки, которые летят во имя достижения этой цели. В любом случае, ну, на мой взгляд, там, остров свободы стал чуть-чуть свободнее. Все равно это уходящий тренд, хотя он будет еще возбуждаться несколько раз. А я вот, знаешь, ты сказал, что я не понимаю... Спи спокойно команданты, хотя команданты это ошибка, команданта называли Че Геварова, Фиделя не называли команданты. Ты вот сказал, непонятно почему к фигуре Януковича, к появлению факта, к факту такого внимания. Я просто вас к большему масштабу хотел. А я не понимаю, почему к Фиделю у нас такое внимание, вот очень хорошо сказал... Ну, я бы это, наверное, не гуманно сказать, потому что я хотел бы так и Януковича поговорить. Не, ну... Ну, вот один из блогеров, Денис Семенов, написал, что вот была тема минувшей недели, День памяти жертв Голодомора, и, в общем-то, эта тема... К Фиделю имеет отношение. Она могла бы объединить всех украинцев, всех сегодня противоположно даже настроенных. Но тут умер Фидель Кастро. И все вот, я не знаю, Фейсбук просто кишил вообще такими-то воспоминаниями о Кубе. Да, счастливые люди в карточной системе. Ну, дай Бог им такого счастья. Нам такого счастья не надо. Нет, человек действительно уникальный, и он там... Я... Он был рекордсменом книги рекордов Гиннесса. 638 покушений он пережил на себя. Потом он был одним из самых выносливых ораторов. 4,5 часа зарегистрировано его. Федоровича расстреляли микроавтобус, но вот, 638... Может быть, тоже попадет, я не знаю. Я могу прочесть, вот, просто поскольку Фидель Кастро, ну, он был все-таки таким образом, я бы сказал, даже поэтическим, особенно вот в тот период, ну, который я помню. Евтушенко, да? Да, мы же пели там песни, да, там... Жена Люк, говорят, был знаменим. Ну, это да. Я просто хочу... Не то, что гейный. Я... Есть такой очень хороший автор, Вадим Жук, питерский, да, вот у него есть такое стихотворение, оно небольшое. И оно мне понравилось, потому что, мне кажется, ну, оно объединяет вот все те вещи, о которых мы говорим. С одной стороны, вот эту вот кровавую диктатуру, а с другой стороны, вот этот некий поэтический образ. Прощайте, дяденька Фидель, вас нету, ибо тогда бордель, сейчас бордель вокруг Карибы. Как дрожь бопила и цвела, в каких оттенках, как вам от нас тушенка шла и в тушенка, как флаг свободы возникал над тростниками, Как вас Гагарин обнимал двумя руками, и обманулся трезвый свет, герой-романтик. Давны-давно конфетки нет, остался фантик. Ни янки, ни ноу, а куба си, сознанием ловим, а больше, Господи, спаси от лжи и крови. Прощай, седая борода, обманщик старый, восходит в небо, в никуда, дымок сигары. Ну, видишь, Гагарин все-таки двумя руками обнимал. Третий в мире глава подлительности правления после королевы Елизаветы и короля Таиланда, которого умер. Боже, храни королеву, недавно умер. Есть у нас телефонный звонок, говорят, что на эту тему продолжение. Надеюсь, не Фидель. Добрый вечер, слушаем вас. А, уже нет, видишь, ты испугнул. А это звонки или запикали? Может, человек матюкался? Нет, это звонок, поверь мне, я знаю, я много раз слышала. Я хочу сказать, значит, тем не менее, есть еще у нас лидеры в стране, очень много лидеров в стране, а кто-то, кто вне парламента и вне президентской булавы хочет быть лидером и призывает к выборам. Ну, короче говоря, пошла волна рейтинга. У нас несколько еще осталось институтов, в котором относительно доверяется к нашему спору. У нас есть звонок, перезвонили. У нас есть звонок, да. Давайте возьмем... Спасибо вам, добрый человек. Спасибо, что перезвонили. Добрый вечер, слушаем вас, да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер, вы меня слышите? Да, да, да. Меня зовут Галина Семеновна. Я... Да, я знакома с ребятами и хочу задать, предвосхищая сообщение о фестивале Галича, хочу задать вопрос. Приездит ли Алена Галич? Ведь она на 75-летии Галича присутствовала. Ну, да. Ну, я могу ответить, что, скорее всего, Алены Галич не будет, потому что, ну, невзирая на то, что она дочка Александра Аркадьевича, у нее взгляды на сегодняшние ситуации немножко другие, чем у тех, кто организовывает этот фестиваль. И это фестиваль бардов, то есть это фестиваль людей, которые будут петь песни. Поэтому мы рады всем гостям, но я просто хочу сказать, что Алены не будут. Да, и политического оттенка это не носят. Хотя у нас не закрыты двери, как это не рискованно сейчас звучит, для вменяемых, на наш взгляд, организаторов. В общем-то, есть страна у нас на данный момент, находящаяся в тяжелом положении, в том числе информационном, на гостей, которых мы приглашаем в нашу страну и в наш город, который является сердцем этой страны. И о рейтингах, да. Вот три конторы или четыре остались, которым еще относительно доверяют. Это КМИС, Институт социологии международной, это Центр Разумкова. И это рейтинг. Но конторы с маленькой буквы, я же не говорю, конторы с большой буквы. И вот некая разница у них произошла. По социологии КМИСа президентский рейтинг замеряли Юля Рулет, Юля это Тимошенко, значит. А по центру Разумкова у Петра Алексеевича Чики-Пики, извини, Лена. То есть разная информация вот у них. И если бы выборы были прямо вот сейчас, во время передачи, то КМИС, вот из всех старше 18 лет, у КМИСа Тимошенко 10,1 получает. Это проценты Порошенко 8,7, Рабинович, что возник вопрос, не заказывал ли он это, 5,5, Гриценко 5, Бойко и Лешко рядом, не даром два товарища, значит, 4,4, Садову 3,5 и так далее. А вот у центра Разумкова среди всех Порошенко 12,1. Это хорошо или плохо? Не знаю, не хорошо, не плохо. Для Разумкова. Ты так концентировал. Не, ну здесь нету, я просто знакомлю с, вот я говорю, что такой нонсенс, у одного так, у другого так. Тимошенко 8, Бойко 6,5 и так далее. Там Рабиновича нету. Но они объясняют тем, что вот они считали, один институт считал среди тех, кто пойдет голосовать, а другой, кто пойдет голосовать и уже определился. Вот. И сегодня к ним присоединилась группа рейтинг, которая в Раду считала, сейчас же в Раду раскачивают, чтобы были выборы. Значит, по, причем я возьму последнюю цифру, это процент среди тех, кто пойдет голосовать и уже определился, за кого будет голосовать. У них настораживающая батькевщина, но это мое субъективное мнение, 17,4, Порошенко, блок Порошенко 12,6, ОПА-блок 11,1, Ляшко партия 8,4, Самопомощь 7,4, партия за жизнь 6,2. Но я хочу, господа, в заключение вам сказать, вот если вас опрашивают на улице, вот даже руководитель КМИСа признает, как можно манипулировать этим вопросом. Значит, проблемы, многие, да, анкету всегда кто-то заказывает, институт дорожит своей репутацией, но он не может влиять на вопросы, которые, то есть можно сразу задать первый вопрос, а вот за кого проголосовали, а может быть, первый вопрос, согласны ли вы с тем, что в стране полное там, это, согласны, согласны ли, что надо вешать там на фонарях все, кто это запустил, действующие власти и так далее, а согласны, и после этого идет пятым или шестым вопросом, а за кого вы проголосовали. Естественно, у человека уже будет как бы другая реакция. И самый последний месседжер, скажу, что история в последнее время, особенно в Штатах, да и в нашем городе, показывает, что, ну, по мне, она множит на ноль политологов, социологов серьезных, ну, потому что, если даже в Штатах, в общем-то, опроверглась вся социология, я не говорю о Днепре, в котором там Вилкул... В общем, может даже подтвердиться еще. А у нас бы в Днепре Клинтон победила. Там пересет голосов начался, ты знаешь об этом? Да, чувак, да там уже Вилкул 100%, вот уже там, вот тебе рейти, вот тебе это все, то есть это все такие вещи. В общем, надо запретно представить. С нашим импровизирующим, непредсказующим народом и продажными там политологами. И журналистами. Не всеми, за редким исключением. Да, да, конечно. В Штатах еще окажется, что все-таки задумано, подождите еще Клинтон, могут вернуть. Не надейся, Лена, на хорошее не надейся. А вам не такое уж хорошее прямо. Телефонный звонок, слушаем, все, комментариев нет. Вот я заметил, когда все президенты живые, либо в власти, то они как бы их мало критикуют. А как только ушел с власти или умер, тогда уже начинают либо грязь на него лить, ну либо критиковать. А вот чтобы живого президента вот так, ну, обматюкать или облить, бояться. Обматюкать не можно. Сейчас, Гензин, будет обматюкивать живого президента. Нет, я обматюкивать не буду. Ведите, пожалуйста, нет, про матюки я не буду говорить. Ведите, пожалуйста, в YouTube или в Google Кабаре «Веселый песец» клипы 2011, 2012, 2013, 2014 года. Там их больше 60 штук. И я с гордостью послушаю ваш следующий звонок. Ты что, не любишь президента? Причем? Я тебя могу любить или не любить, потому что это природно. Например, Деголя там до сих пор хвалят. Поэтому в эту студию этот упрек не принимается. Совершенно спокойно, с совестью душой, Лена продолжает. Это просто человеческая природа такая. Спасибо за звонок. Это такая констатация факта. Да, продолжаем. Еще одно важное событие на прошлой неделе состоялось. Саммит ЕС Украина. А кучму мочили, помнишь? Ожидаемое 24 ноября не сработало. Визы, безвизовый режим Украина не получила. Ну, некоторые верили. Многие совсем не верили. А что будет дальше, неизвестно. Я лично не верю, что Украина получит когда-нибудь безвизовый режим. Но сейчас Гендин будет вздыхать. Я просто... Сегодня было очень интересное заявление. Замминистра по вопросу евроинтеграции Сергей Петухов. Он предложил, что Украина может взять квоту Нидерландов на поселение мигрантов ради получения безвизового режима. Вот такие жертвы. Дома Укальянова. Вот такая жертва со стороны Украины. Он сказал, что сирийский миграционный кризис, это именно он повлиял на процесс решения этого вопроса безвиза для Украины. Поэтому вот все может решить проблему вот таким образом. И он уверен, самое главное, такие заявления просто так не делаются. Он уверен, что после принятия такого решения Украина может рассчитывать на очередную материальную помощь от Евросоюза. А Польша готова наших миллион человек взять. Так что... Не, ну нам здорово было бы еще сирийских мигрантов здесь принять. По поводу визы и безвизы, там на самом деле ситуация же она в эти дни очень сильно менялась. Сначала там... Там же дело в том, что вот это положение о отмене безвизового режима, которое должны принять, оно вот самое главное. Если его примут, тогда и безвизовый режим принят. Да, там механизм отмены, приостановление. Да, вот сейчас там забунтовала Франция. Причем мотивация такая, что если мы сейчас примем вот этот безвиз, то значит этим воспользуется Мари Лепен. И значит она победит. Вот Трамп Америки победил, а тут победит Лепен, поэтому не надо давать ей повод. Ну короче говоря, такая всякая туфта. Она, кстати, Фрексит-то обещает. Да, понятно. Короче говоря, ну вот эти вот ребята типа Юнкер, там Туск, которые... Ну и Меркель в том числе, они как-то так жестко настроились, там поговорили с Оландом, который там оказывается... Ну он же же не рулит, он формально рулит. Ну он что-то решит, ну МИД, МВД, это уже там ему слабо подчиняющаяся структура. Короче говоря, и сейчас вроде Надежда опять забрезжила и обещает, что все-таки... Такое количество людей сейчас ждет, когда отменят визы, прямо я... Наверное, такое же примерно, как смотрит Янукович. То есть это на самом деле, мне кажется, тоже некий фетиш. Да, вот что... Абсолютно, абсолютно. Я как советник по культуре фетиш. Мне кажется, что Порошенко думает, что без виз для украинцев это все, о чем они... Ну нет, для него это как бы вот такая тема, на которой он пиарится. А на самом деле... Не продать деньги. У меня там много стоит, это самое, многолетняя, поэтому... А у меня не стоит. Европа тебе поможет. Я хочу сказать, опять-таки, выброшу, я же видите, сколько цифр к нему... Сегодня был еще один опрос. 39% только украинцев считают проблему это важной. Ну это много. 57% считают неважной. Я согласна с этим. 26% считают важной, а 13% очень важной. Я думаю, если на три месяца в Украине дадут без виза, потом его приостановят... Ну мы без виза... Я хочу немножко поговорить о зраде, это любимая тема. Мы же между... У нас в городе, особенно в социальных сетях, где считают, что вся жизнь происходит, вот... Между зрадой и перемогой маятник. Зрада, новый мост. Это тема, которую сейчас взяли, нытики, и нытики по жизни, нытики по зарплате, все, капец. Разговоры о коллапсе, то есть, что новый мост будут ремонтировать, значит, 50... Там же есть график движения, нормальный, приличный. Ну они считают, что это будет коллапс. Тут есть же нытики просто по жизни, есть нытики на зарплате. А есть мостовые нытики специальные. Вот, и разный взгляд. Но я сейчас не о нытиках, а люди, которые занимаются этим вопросом. Вот пессимистический взгляд. Резник, председатель профсоюза транспортного какого-то там, автомобильного, Александр. Александр, да. Какой выбор, говорит? Говорит, что будет трудно и будет ехать в объезд через Амурский, Кайдахский или Южный мост, Приднебровский. Это долго, дорого, неэффективно. Можно только представить, во сколько надо будет выезжать людям, живущим на одном берегу, работающим на другом. За 6 гривен. Эти люди будут попадать домой вечером. Но не все ленопессимисты. Есть люди, которые занимаются транспортом и говорят, что коллапса не будет. Вот, в частности, гражданские активисты. Будет трафик. Мне очень-то кажется, что коллапса не будет. Мне тоже так кажется. То есть, кто, как бы кто не алкал этого коллапса, но все-таки его как таково не... Трудности будут. То есть, Иван Васечков, который занимается плотно проблемой транспорта, я с ним не согласен по культурным вопросам, он предвзят, а по транспорту, это его тема. Вот пусть о ней он и говорит. А что он говорит? А говорит он, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме, сбоев быть не должно. Изключение троллейбуса. Троллейки не будут ходить. На какое-то время они прекратят движение. Но это будет компенсировано повышением количества пассажировместимости автобусов. Я знаю, что туда собираются маршрутки убирать, мало вместимости, пускать все-таки автобусы большей вместимости. И полосы. Мы говорили на прошлой передаче, что одна. Возможно, их будет по две. Возможно, их будет по две. И трудно, конечно, для личного транспорта в часы пик. Но тут уж только изменить. Я повторю, что на этом вопросе хотят поспекулировать. Или, наверное, лучше, чтобы мост рухнул, не дай бог. И тогда транспортного коллапса не будет. Я считаю, что нужны и автобусы большей вмещаемости, и люди большей вменяемости. И тогда у нас все будет хорошо. Не будет коллапса. И маршрутки не пошли. Неудобства будут. Как обещают. Независимо от нового моста. Маршрутки до нового года повышать, насколько я знаю, не будут. А с нового года по отдельному. Активно очень об этом говорят. Но это надо говорить. Все же плохо. Конечно, почему все плохо? Вот у нас, например, до нас уже так доходят некоторые элементы зарубежной жизни. 23 ноября пилоты Люфтганза объявляли забастовку из-за денежных вопросов. Да у нас некому в аэропорту объявлять об забастовку. Только из-за своих зарплатных. А вот в Днепре 1 декабря активисты, транспортные активисты, планируют провести такую акцию протеста против повышения цен на проезд в маршрутках. И предлагают жителям максимально отказаться от пользования маршрутками хотя бы в этот день. Ну, в пользу электротранспорта там где-то возможно. Понятно, что это, наверное, нелегко сделать всем. Ну, я не знаю, поддерживаете ли вы этот вопрос, решайте сами. Ну, вот такие предложения в Днепропетровске уже звучат. В Днепре, Леночка, в Днепре. Да, в Днепре, простите. Я хотел такую грустную немножко ноту внести в нашу программу. Днепр попрощался с Георгием Викторовичем Дзяком. Это выдающийся ученый, ректор медицинской академии, доктор наук, почетный житель Днепропетровска еще тогда. То есть человек очень достойный, очень знаковый. И, конечно, Днепр всегда будет о нем помнить. Я хотел бы перейти к новостям культуры. Во-первых, мы перед тем, как мы анонсируем, еще раз анонсируем то, что произойдет, начинается завтра. А потом мы перейдем к тому, что было сегодня. Или, да, а зачем мы эту очередность? Начинает, да. Я хочу еще... Зрители уже знают, о чем вы будете говорить. Я хочу про фестиваль Галича. Я хочу сказать, что там будут гости, которые появляются неожиданно. И это очень радостно. Это проект «Песни нашего века». Это братья Мещуки, Богданов. Фролова, то есть пять человек. Да, то есть это будет очень классно. То есть это люди, которые приедут к нам из другой страны, но приедут с любовью к сердцу, с любовью к Галичу. И я думаю, что это будет очень хорошо. Ну, а вчера было событие такое тоже яркое. Вчера открылся проект «Народная филармония». И в частности, вот мы, театр КВНД «ГУ» с программой «Веселый песец» выступали в Тарамском. Пришли люди, зал был полностью заполнен жителями Тарамска. А вы расскажите, что это за проект? Это проект, когда вот, ну, такие яркие коллективы города, это вот и театр Шученко, и оперный театр, и филармония, и вот Славутич, и мы в том числе попали. Значит, будут выступать, и уже начали выступать в отдаленных клубах или площадках города, поскольку Днепр город без окраин, как говорит наш мэр. И поэтому идея в том, что они тоже должны иметь возможность увидеть какие-то коллективы, ну, которые работают в городе, и которым, ну, которым хорошо бы было встретиться с жителями, вот это вот такой проект. Называется «Народная филармония». Я хочу свои ощущения добавить, поскольку я вчера участвовал, и это была первая акция, я реально, как бы, реально я волновался, могу сказать, волновался, потому что вот мы выступали там без распальцовки в Нью-Йорке, там, скажем, в Хайфском аудитории, в Нью-Йоркском, Мэдисон-Сквергарден, в Берлинской Уране и так далее, в Киевском дворце Украина, в Московском, не к ночи, будь сказано, Кремлевском дворце съездов, и вот Тарамска, да, Тарамска. Я вот врать не буду, волновался. И это не в снобизме, как бы, дело, не только потому, что Тарамска, а потому что 80% пожилое возрастное население, включая те, кто и на сцене, кстати. Вот, значит, и программа у нас не самая, скажем, там, простая, в ней есть налет постмодернизма и изыска, но все прошло, ну, реально, оказалось очень здорово, это было действительно очень тепло, и самое главное, это оказалось нужно. Причем могу сказать, что это в оба, в две стороны движения, это нужно и им, и этим людям оказалось, и нужно нам, мы же тоже люди. Действительно, отдача. Я к тому хочу сказать, что кто-то снобизг, спрашивает, а что там семки лускали, а что там эти бабушки, а что там Тарамска, а что там они быки, вот реально там пишут, культуру туда несут, лучше бы там типа отремонтировали. Будто одно другому как бы мешает. И действительно, это, ну, очень, это было очень здорово, вот. Я считаю, я считаю, в данной ситуации я хотел бы нас всех похвалить. Ой, я за вас очень рада. Мы очень классный проект придумали, потому что не все сразу, мы будем выдавать все это по очереди все это, посмотрим, сколько еще денег там и так далее. Очень классный проект. У нас буквально две минуты, там ждет звонок. Очень давно. Давайте коротко, коротко и заканчиваем. Слушаем вас, добрый вечер. Добрый вечер. Разговаривал сегодня с одноклассником, со Львова. Значит, проезд у них 4 гривна. И просьба к депутату, находящему в студии, вот к отми, ложитесь на сетях, но не давайте повышения. Пока, по крайней мере, не будет минималка 3200. Спасибо. Хорошо, понял. Я хочу цинично ворваться в эфир, цинично, я бесплатно веду эту программу и не плачу за нее. Я тебя поздравляю с 29-й годовщиной, вот того, кто посмотрит эту передачу, 29-й годовщиной того, что ты вышла за меня, это цинично. Пусть меня отстреляют от эфира замуж. Мне сказали, что это бархатная свадьба. Вот, я бы за себя замуж не вышел, но тебе удалось. И, в общем-то, спасибо с поздравлением. Простите меня, если меня... А на бархатную свадьбу какие подарки дарят жене муж? Я не знаю, что дарят жене муж, но другие женщины меня смотрят не с такой издевкой. Это будет именно от тебя, мне лучше подарок. Я веду ее на логове, я веду жену на концерт времена года. И это большое... А завтра поведет в кукольный театр. А завтра поведу на Днепр Папетфест, между прочим, совершенно уникально. У нас же нет времени. Или есть 20 секунд? Говори, если не про себя. Завтра открытие фестиваля, я туда пойду, завтра открытие фестиваля Днепр Папетфест. Уникальный, такого реально не было. Подписываемся под этими словами. Фестиваль, прежде всего, чего уже лукавить, для взрослого, для взрослого зрителя. Я уже говорил, весь спектр кукольного искусства, театра кукол и с живыми актерами. Завтра он открывается Харьковским лучшим в стране театром кукол, спектаклем «Женитьба». 29, 30, 1, 2 в помещении театра Шевченко. И камерная сцена будут спектакли Днепр Папетфест фестиваля. Это был анонсер Дахатного молодоженого. По программе «Культурная столица». Я очень советую, не пропустите. Горько. Спасибо за внимание. Горько декоммунизировано. Да, уже перебрал время. Сейчас получим по голове не вы, а мы. Спасибо за внимание. Доживем до следующего понедельника. Оставайтесь на 9-м канале. Всего доброго. Доживем до понедельника. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Здесь собеседника не было. Если там есть Генкин, то другой собеседник гораздо более симпатичен.